В последние годы в обществе прочно укоренилась точка зрения, что тело каждого человека выделяет феромоны, действия которых сродни афродизиакам – стимуляторам сексуального влечения. Да и как не устоять перед массированной пропагандой, льющейся из средств массовой информации, которые наперебой восхваляют эти вещества? В то же время в научном мире до сих пор ведутся горячие дискуссии о способности феромонов делать нас сексуальнее и привлекательнее, в глазах противоположного пола. Многие авторитетные ученые считают эффект воздействия феромонов недоказанным, а вот производители парфюмерии с добавками феромонов напротив единогласно отстаивают противоположную точку зрения. Давайте сегодня попробуем разобраться, действительно ли любовь витает в воздухе. Здравствуйте, мои хорошие! А помогут нам более детально окунуться в этот вопрос выдержки из статьи, напечатанной в журнале «Открытие и гипотезы» кандидата биологических наук Анны Марголиной. В 19 веке французский натуралист Жан-Анри Фабр обнаружил, что самка мотылька Сатурния Павония может привлечь десятки самцов-мотыльков в комнату, где она находится. Фабр предположил, что самка посылает самцам какие-то химические сигналы, которые человек не может уловить, однако проверить его предположения в те времена никто так и не смог. Лишь в конце 50-х годов 20 века группе немецких учёных под руководством Адольфа Бутенанта удалось экстрагировать секрет желез самок-бабочек-шелкопряда, разобрать его на составные компоненты методом хроматографии и показать, что лишь на одно из полученных веществ самец реагирует так же, как на присутствие самки – трепетанием крыльев. Чтобы получить 6 граммов этого вещества нужно 500 тысяч бабочек. В 1959 году энтомологи Питер Карлсон и Мартин Лушер предложили называть феромонами от греческого «феронису» и «хармао» возбуждаю вещества, которые животное какого-либо вида выделяют в окружающую среду и которые вызывают определённые поведенческие или нейроэндокринные реакции у другого животного того же вида. Термин прижился и стал весьма распространённым не только в научной, но и в популярной прессе. Чтобы понять, что же такое феромоны, можно вспомнить о гормонах. Гормоны – это химические вещества, которые словно связывают в единое целое весь организм, обеспечивая быстрый обмен информацией между его частями. Ту же самую роль играют и феромоны, только их задача – связывать индивидуумов, принадлежащих к одному и тому же виду животных в пары, семьи и сообщества. У животных власть феромонов очень сильна, так как в их ведении находятся реакции, обеспечивающие выживание вида. Насколько хорошо действует химическая сигнализация, управляющая брачным поведением животных? Можно убедиться, понаблюдав за поведением кобеля, который готов мчаться по горячему следу любви, невзирая на все попытки хозяину удержать его. Однако получить такую же очевидную реакцию человека на какой-либо запах не удалось ни одному экспериментатору. От себя добавлю, что феромоны разделяют на две основные группы – релизеры и праймеры. Релизеры выступают в роли побудителя к чему-либо, к привлечению самца или самки, немедленному действию, например, реакции на опасность. Праймеры задают формат определенного поведения других особей. Например, пчела-матка с помощью специального феромона делает бесполыми, рабочими пчелами других самок конкуренток. Один из наиболее хорошо изученных феромонов млекопитающих – андростенон, метаболит мужского полового гормона – тестостерона. Андростенон содержится в моче и слюне кабанов, а также в моче и поте мужчин. У свиней андростенон вызывает необоримое желание совокупляться. Самка призывно выгибает спину как в присутствии борова, благоухающего андростеноном, так и вдохнув запах андростенона, разбрызгиваемого из флакона. А вот результаты экспериментов по изучению влияния запаха андростенона на женщин гораздо скромнее. Некоторым исследователям удалось показать, что женщины чаще садятся на сидения, обрызганные андростеноном, или что они оценивают фотографии мужчин, опрысканных этим веществом, более благожелательно, чем ничем не пахнущие фотографии. Однако никакого сексуального желания, по крайней мере в лабораторных условиях, андростенон у женщин не вызывал. И между тем, случайность ли, что потовые, точнее особая разновидность потовых желез, апокриновые железы и сальные железы кожи человека обильно выделяют различные метаболиты тестостерона, родственные андростенону? И случайность ли, что наиболее активно сальные и апокриновые железы начинают работать в пору полового созревания, когда человеку, по сценарию, составленному природой, надо начинать подыскивать себе партнера, а также во время сексуального возбуждения и эмоционального подъема? И как объяснить, что в поте мужчин андростенола, вещества похожего на андростенон, содержится в 50 раз больше, чем в поте женщин? Другая группа феромонов млекопитающих, которые также исследовали достаточно подробно – феромоны материнской любви. Здесь наиболее интересные эксперименты были проведены на крольчихах. Взаимоотношения крольчихи с ее детенышами можно назвать деловыми. Всего 5-7 минут в день тратит она на кормление новорожденных, а на все оставшееся время суток бросает их на произвол судьбы. Чтобы выжить, новорожденным приходится быть расторопными, – нужно сразу понять, где находится источник пищи, и успеть к раздаче, прежде чем более сильные братья и сестры займут все лучшие места. В этом нелегком деле крольчатам помогают феромоны. Скорее всего аналогичные феромоны содержатся и в женском молоке. Эксперименты показывают, что новорожденные реагируют на запах молока и даже способны распознать запах материнской груди. Как считают исследователи, запах, идущий от сосков, успокаивает малыша, создает у него ощущение безопасности, стимулирует привязанность. Не исключено, что около сосковой области, где располагаются одновременно сальные и апокриновые железы, выделяет и другие феромоны, в том числе и те, что управляют сексуальным поведением. Может быть, именно этим объясняется странное влечение мужчин к женской груди? Открытие капулинов, феромонов вагинального секрета самок стало сенсацией. Во-первых, обнаружены они не у мотыльков или кроликов, а у макак и резусов – отдаленных родственников человека. Во-вторых, ученым удалось выделить капулины в чистом виде – ими оказались некоторые короткоцепочные органические кислоты – и выяснить, что похожие вещества содержатся и в вагинальном секрете женщин. Было также показано, что один лишь запах капулинов приводит самца-макаки в неописуемое возбуждение. Весьма скоро появились первые духи, содержащие капулины, к которым, разумеется, была приписана волшебная сила. Увы, надежды на капулины, как и на другие человеческие феромоны, не оправдались – все реакции, полученные в экспериментах на людях, были далеки от взрыва страсти, наблюдаемого у макак, и их можно было объяснить эффектом плацебо. А двойное слепое исследование, то, в котором ни экспериментатор, ни испытуемые не знали, используют ли они плацебо или капулины, показало, что капулины никак не влияют на людей. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что, скорее всего, феромоны человека – близкодействующие сигналы. Более того, многие феромоны могут быть нелетучими тяжелыми молекулами, которые передаются во время поцелуев орального секса, а также длительного соприкосновения тел. Не исключено также, что привлекательные черты женской внешности – большая грудь, округлые бедра, длинные волосы, играют роль маяков, которые заставляют мужчин подходить ближе, попадая в радиус действия феромонов. Ту же роль, возможно, играет и парфюмерия – мужчина принюхивается, подходит ближе и попадает под обстрел. Есть также мнение, что обонятельные сигналы играют важную роль в формировании связей между родителями и детьми, а также между членами семьи, живущими вместе. Эксперименты показывают, что не только новорожденные способны распознавать запах матери, но и мать может узнать своего ребенка по запаху. Женщины находили по запаху своего грудного малыша среди похожих на него младенцев и выбирали из вороха одинаковых майк ту, что была надета на их ребенке. Многие женщины находят запах мужчины приятным, если они испытывают к нему влечение, и невыносимым, если мужчина им не нравится. Несмотря на заверения производителей парфюмерии, что их продукт содержит самый сильный, самый эффективный и самый научно проверенный феромон, охота за человеческими феромонами только началась. И пока, несмотря на существование множества весьма вероятных кандидатов, получить ясную и воспроизводимую поведенческую реакцию на какое-либо из этих веществ еще никому не удалось. Феромоны можно назвать честными сигналами, можно скрыть истинные чувства, изменив выражение лица, можно скрыть истинные мысли, произнося неискренние слова, но изменить запахи, которые распространяет наше тело, очень сложно. Сальные железы, потовые железы, железы половых органов работают непрерывно, посылая в окружающую среду информацию о состоянии нашего организма, возрасте, болезнях, настроениях, желаниях. И все же, можно ли как-то улучшить свой феромонный сигнал, сделав его более явным, более зовущим? Одним из наиболее дискутируемых вопросов в этом плане является, персональная гигиена. Сторонники природных запахов часто вспоминают письмо Наполеона о Жозефине, написанное им за две недели до его прибытия, в котором он просит свою возлюбленную не мыться до его приезда. Сторонники чистого тела в ответ на призывы отказаться от мытья замечают, что отсутствие запахов тела является нормой в современном обществе, и человек, решивший отныне пренебрегать мытьем, вряд ли сможет рассчитывать на благожелательный прием. Безусловно, слишком усердная борьба с кожными выделениями и бактериями, живущими на нашей коже, ослабляет феромонный сигнал. Однако, учитывая то, что, во-первых, запах немытого тела действительно является неприятным для большинства культурных людей, а во-вторых, что запах несет правдивую информацию о состоянии нашего тела, а у многих ли оно идеально, пренебрегать гигиеной все-таки не стоит. И все же при романтических отношениях нужно помнить о необходимости подавать химические сигналы. Перед встречей с любимым лучше отложить в сторону антибактериальные средства и вымыть тело теплой водой с мягким мылом. Надо помнить и о том, что лаки и прочие пленкообразующие средства, которые женщины наносят на волосы, ослабляют феромонный сигнал, идущий от волос. Так как при активном принюхивании обонятельные рецепторы активизируются, привлечь внимание к своим феромонам можно с помощью приятной парфюмерии. Надо заметить, что многие натуральные эфирные масла имеют давнюю славу афродизиаков и, вполне возможно, действительно способны как-то воздействовать на человека. Феромоны, словно ниточки, тянущиеся из внешнего мира и пробуждающие различные поведенческие, инстинктивные и физиологические реакции, обеспечивают взаимодействие животных, принадлежащих к одному виду, группе, семье, а также управляют сложным процессом сексуального сближения. Однако, как бы не хотелось нам заключить химию любви в пробирку и создать аромат, придающий нам неотразимую привлекательность, это пока невозможно. Формула любви, не раскрытая Калиостро, остается загадкой и для современных ученых. А в заключение сегодняшней беседы приведу слова одного из авторитетнейших оксфордских ученых Трестрама Уайта. Вполне возможно, что феромоны не участвуют в сексуальном поведении человека, мы сложные животные и в этом направлении у нас работают другие сигналы. Что касается феромонных продуктов, то основным действующим веществом в них, скорее всего, является надежда. Эффект плацебо очень силен. Если женщина потратила 50 долларов на некую добавку к своим духам, то она может пойти в бар с большей уверенностью в своей собственной привлекательности. Но это вовсе не благодаря парфюмерному средству. А на этом на сегодня все. Не болейте, берегите себя и близких, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал Доктор по соседству и, конечно, не забывайте заходить в наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, где каждый день мы делимся с вами самыми полезными новостями из мира здоровья и медицины. Здоровья вам! Субтитры создавал DimaTorzok